Ребят, дорогие мои зрители, огромный всем привет! Продолжаем с вами делать обзоры долгожданные, я читаю, спасибо вам огромное за ваши очень такие позитивные комментарии и сообщения. В этот раз на видео Самвела Адамяна у мамки сахар шкалит. Ребят, очень высокий. 11,9 по-моему прозвучала цифра, короче до 12. Самвел отсутствовал, вы уже все знаете, что он ночует дома, уходит, сказал так, разбирайся сама, давай колоть ты научилась, все ты можешь, не притворяйся, мама вперед! Вот, Зина на подхвате, ребята, я так понимаю, что Зина тут и днем и ночью, и все время возле Васильевны и кормит, и моет, и на прогулку водит. Все бы было хорошо, если бы не было так грустно. А шо таке? А че ци сахар такой высокий? Зина, спрашивает Самвел, а че ци от Зины? Вот что интересно. Зина, а че ци так и сахар высокий? Откуда я знаю, сказала Зина? Боже мой, ребята, вы видели? Та Зина, она просто искала пятый угол. Человек не знал, в какую щель ей забиться, держала отчет, не знала, что ответить. Боже мой, я думаю, даже если Сева и платит этой бабе Зине какие-то там деньги, я бы не хотела ни денег, ни вот такого вот отношения ко мне. Тебя просто пригвоздили к стенке и задают вопросы, на которые ты ответить не знаешь что. Да потому что это от Зины не зависит. Мама! Мама спит в отключке, он орет над ней, нависая. Мама! Та мама с пырляканными глазами вдруг проснулась, девочки, этот ужасный безумный взгляд. Во рту все пересохло. Она, знаете, как в пустыне, этими деревянными губами ловит воздух. Она не может слова сказать перепуганная, просто кошмар какой-то. Я эти кадры наблюдала с ужасом. А че ци в тебе такой сахар? А че такой сахар высокий? Шо ты ела? Ну, холодец говорит, и капусту кислую, больше ничего не ела. Значит, ты уколола неправильно. Может, ты уколола неправильно? Речь идет про инсулин, кто не в курсе. Не говорит правильно. Я Зине показала, говорит баба Таня. На ноль эта ручка вернулась. Все, я правильно уколола. 12 единиц. А че такой сахар высокий? А че высокий сахар? Зина бедная. То в прихожей спрячется, то на кухню побежит, то опять вернется. Ручки вот так вот сложила. Вся скукожилась, трясется. Господи, Самвелке ж надо ответ дать какой-то. А шо ж ему сказать? Ну, не знаю, Самвелка. Ну, я ж не знаю. Я знаю. Меня, Самвел, спроси, а я тебе отвечу. А это сахар высокий по одной причине. Потому что человек, который себя не контролирует, который уже выживает из ума, который нифига не понимает, неадекватен зачастую. Старый человек. Он не может контролировать ситуацию. Твоя мама, я про нее сейчас говорю. Она вообще не понимает на улице день или ночь. Она ничего не помнит. И ты ее сейчас оставил одну со словами «Все знаешь, все умеешь, давай сама». Не будет так, Самвел. Ты хочешь перехитрить Господа Бога? Не получится. Это тот факт, о котором я криком кричу в последний месяц вместе со всеми твоими зрителями. Тысячи комментариев тебе писали, которые ты благополучно закрыл. Кстати, вот этот мне шаг от Самвела, закрытие комментов, вообще непонятен. Уподоблят Самвелечке? Вроде бы, Самвел, ты никогда не вел себя так, как страус, и не прятал голову в песок. Ну, пишут тебе комменты. Ну и что? Ты хотя бы какое-то рациональное зерно мог из этих комментариев подчеркнуть, сделать какой-то вывод. Люди тебя на что-то, на здравое, какие-то правильные мысли наталкивали. Ты задумывался, делал какие-то выводы. Что сейчас? Ты делаешь так, как хочешь ты. С чего ты вдруг решил, что именно ты, Самвела Дамян, оперный певец, являешься истинной в последней инстанции по лечению мамы в сахарном диабете? Вот этот вопрос мне непонятен абсолютно. Ты ее оставил, роби, что хочешь. Вот тебе результат. А это обозначает, что ест она 100% неправильно. Сколько зрителей тебе говорили, камеру поставь. И если ты здесь не присутствуешь, ты бы мог кадры посмотреть и понимать, что происходит с матерью в твое отсутствие. Не, все ж дураки, ты сева умный. Ну, конечно. Сколько тебе говорили, Самвел, медсестру найми, не сиделку, которая будет подносить ей блюдечко с голубой каемочкой, а медсестру, которая будет давать ей задания и контролировать то, что делает твоя мама. Чтобы твоя мама выполняла правильно все, по времени, правильные дозы лекарства, порцию еды ела правильную. Нет, ты никого не слушаешь. Результат не заставил себя долго ждать. Майму-то шо, майму. Ну, Зина бегала по квартире, оправдывая Васильевну. Ай, ходили гулять, рассказала, как. И как мамка быстро ножки переставляет. И як вона на горку вскарабкалась. И як вона быстро назад и шла. И по ступенькам в подъезде замечательно ходы. Бла-бла-бла. Не знаю, мы не видели, как там ходила баба Таня с бабой Зиной на прогулку. Дай бог, чтобы так все и было. Но я, ребята, видела в Зине какой-то определенный страх. Она хотела сгладить углы и как-то, хоть такой информацией позитивной, задобрить Самвелку. Потому что вот то поведение Самвела с криками, орами, оскорблениями и матюками в адрес мамаши, Зина наблюдала воочию здесь, в квартире инопланетной, у шупечки. Она не кадры смотрела в ютубе, которые мы с вами смотрим и возмущаемся. Зина вживую это все ощущала на своей шкуре. И для нее это, конечно же, был шок. Поэтому Зина сейчас труханула, ушки прижала и трусится себе в кустиках сады тихонько. Потому что человек боится. Это нормальная реакция. Когда на тебя чужой человек орет, задает тебе абсолютно тупые какие-то вопросы, ты ни при чем, ни при делах, ну почему-то должна сейчас держать ответ. Бо с тебе спрашивает Самвел Адамян. Бо він тебе три копейки заплатил. Конечно же ей страшно. Зина нагородит вам такой огород, ребята, и расскажет так все красиво, шо вам коходе, бігае, шо и в тренажерку записалась. Да-да-да, Зина, мы тебе верим. Почти. Пришел Коля делать перевязку баби Тани. А вот здесь бы, я уже когда-то говорила, я бы Самвел выполнила это действие, я бы взяла костыль и дала бы тебе по башке. Вот здесь у меня так чесались руки, ребята. Коля одел перчатки, разовые, чтобы снять эти носки с этих ног. А шо ты перчатки надев, а потом за грязные носки, а потом в цих перчатках будешь рану обрабатывать. Коля говорит, я поменяю перчатки. А зачем сколько перчаток расходовать? В смысле, Самвел? А ты как хотел, чтобы Коля голыми руками брался за утира пить и страшнючий. Тебе невдомек, что человеку это неприятно. Элементарно он брезгует. И я бы в жизни не решилась на такой шаг. Кто из вас, дорогие зрители, брал бы сейчас голыми руками вот эти ноги? Ну, я думаю, никто. Так это нормально. Ты пожалел одну пару перчаток, Сева, и я не поверю в жизнь. В смысле, нельзя поменять, Коле, перчатки? Открыли эту рану. Ребята, тут начался просто трэш. Это караул. Коля ругает его, говорит, убери руки. Убери руки, чё ты лезешь сюда, не мешай мне. Или бери сам, делай эту перевязку. Ты же меня ждёшь? Ты меня просишь, чтобы я сделал? Куда ты суёшь свои пальцы? Девочки, тут Коля снимает эти заклеечки, дезинфицирует площадь вокруг шва. Это тут же голыми своими руками, пальцами начинает лапать прямо по шву. Вот тут мама в тебе чухается, а вот тут мама в тебе чухается. Оцю курку, может, надо сдерти. Думаю, чё ты дурачок? Чё ты не спал на розум? Боже мой, та шо ж ты с тобой делаешь? Сам ВМ. Коля так и сказал. Ребята, Коля просто прочитал мои мысли. Он говорит, чё ты ведёшь себя, начи дурачок? Ну, чё ты себя так ведёшь? Ну, начи чокнути. А это было действительно так. Открытая рана шёл, да, подсохла, да, но подживает. Зачем ты лезешь грязными руками прямо в рану? Ты с какой целью вообще? Вот чего человек добивается? Вот какая конечная цель у Самвелла Адамяна? У тебя что, не хватает мозгов понять, что куча микробов вокруг везде? Что ты творишь? Неправильно Коля повязку на пятку накладывает. Только прилепил мокрую эту болтушку на бинтике, этот обязательно всунул свои руки сюда же. Я не знаю, девочки, как выдерживает нервная система колясика. Я бы точно не смогла вот с таким человеком сотрудничать и держать себя в каких-то рамках приличия. Правда. Я бы уже влепила так, летел быть просто через балкон. Но если человек делает эти перевязки, он несет ответственность. Правильно я рассуждаю или нет? Так что ты сюда лезешь? Не дай бог, сейчас опять будут какие-то загноения в этом шве. Ты кого, Самвел, виноватым сделаешь? Ну мы тебя знаем тысячу лет. Все просто шишки посыпятся на сытника. И только по одной причине. Потому что ты своими граблями грязными залез в открытую раму. Ну и напоследок скажу то, что я услышала. Прям в самом-самом конце видео Самвела Адамяна. Он отчитывался про те 50 долларов, которые высылала женщина Наде на операцию. Она немножко опоздала. И у Самвела эти деньги остались. Он обещал сначала ей отдать Наде эти 50 долларов. Не отдал. Потом он сказал, не надо, Наде. На ЗСУ, когда Юля собирала на машину, помним, да, все хлопцам нашим на передовую. Я туда отдам. Короче, мыслей у него была куча. В конечном итоге с психами, нервами, он сказал, все, больше мне не надо слать. Ни на яку требуху, ни на сиськи, ни на то, чтобы убирать морщины. Я так понимаю, все эти камни летели в Надину сторону. Ото у Нади есть карточка, ото туда ей и шлить. Мене слать не надо. Сева. А, Сева. Но если ты пытался играть роль такого добропорядочного человека, правильного, который помогает Наде просто во всем, нежадный, справедливый, щедрый, участливый, ну так эту роль надо играть до конца, наполовину. Нельзя так делать, на полпути останавливаться. Шо ж таке, а, Санвелка? Все-таки мамка тебе отполировала мозг, да? Отполировала так горненько, отшлифовала, вложила в твою бошку, шо Наде операции робить не надо, да? Девочки, я не за, не против. Я просто анализирую. И да, хочу высказать свое мнение. Если тебе, Санвел, человек выслал свои 50 долларов и конкретно написал и указал, чтобы там быстрее поправилась, да, одужила после операции, ты должен был эти деньги конкретно отдать Наде. Неважно, собрана уже полная сумма, ты решил, шо хвате, Наде, грошей. Не собрано, в каком количестве собрали люди Наде деньги. Эта женщина деньги выслала Наде, Наде, и не тебе изменять решение человека, что делать с ее деньгами. Ты должен был просто передать человеку эти деньги. Это справедливо. Почему ты вдруг решил, что именно ты будешь распоряжаться чужими деньгами? Ребята, я по факту не имел никакого права, Санвел, говорить. Наде, хвате, все нормально. Отси, гроши пьетут на машину. Это добрые твои помыслы и желания. Но ты не имел права этого делать. Потому что вот я про себя подумала, прикинула ситуацию, как обычно, на себя. Я высылаю Наде, а человек не дает Наде. А я хочу Наде отдать эти деньги. А ты взял и перенаправил эти деньги в другое русло. По какому праву вообще? Ты по какому праву распоряжаешься чужими деньгами? Правильно, эта женщина, девочки, сделала опять ему запрос. Верни мне назад эти деньги. Ты же не отдал туда, куда я хотела. Тогда верни мне назад. Вот, ох, как за дело, да, Сева? Сева, мне кажется, много ты на себя берешь. Это все-таки деньги. Людские, не твои. Я знаю, что ты очень много делаешь добрых дел. Это мы все знаем, и мы все тебе благодарны. Но миссию, которую ты позволил на себя примерить, ты не имел права брать на себя такие полномочия. Но задело очень сильно. И даже не знаю, ребята, будет ли теперь следующая операция по удалению этих фартухов, этих шкур, по удалению у Нади, или не будет? Или сам Велка решит поставить точку в этом вопросе? Хотя, все, это же контент. Контент. Представь, сколько ты на Надюхе бабла срубишь. Ой, можно раскрутить. А мамка, как ей будет парафинить. Девочку для бития в Дніпро опять. Она сама приедет. Ей не надо возить. Я про Надюху все. Представь, 2 недели тебе обеспечено. Так что, девчатка, жду я теперь от вас комментов. Что вы по этому поводу думаете? Я буду читать. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok